Книга «Открытым оком», восьмой том, тема канонизации, вопрос 2153. В последнее время все чаще слышатся призывы об официальном прославлении церковью того или иного человека, что является побудительным мотивом. Многочисленное видение, откровение, знамение, прямое указание от Бога на личность избранника, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Передо мной книга, привезенная из Америки «Монреальская мироточивая икона и брат Иосиф». Издание Дома иконы «Паломник», «Монреаль», «Москва», 2003 год, 478 страница. Формат более среднего. В книге 96 фотографий и еще снимки писем. Цена 35 долларов. О ней пишут, тиражируют. В журнале «Православная Русь» за 2003 год, номер 21, страница 15. Расхваливают эту книгу, содействуют распространению ее. И столько туману, столько сюсюканья, столько заумных выдумок иудейских. Поиск чудес даже там, где их и нет. Особенно изощряется в этом инок Всеволод Филиппев, поющий дифирамбы, глупостям всех мастей и калибров. Он, как Демьян Бедный, придворов, личный поэт Ленина, плетет везде такую дикую несуразицу. То он ангела апокалипсиса чуть не борщом кормит во дворе, то зовет следовать за бритым муньосом, который стал звездой на плече Богородицы. Богородицы, страница 458, 9. Она на плече причистой розовой, цветет душистой. Простите, кавычки открыты. Она на плече причистой розой, цветет душистой. Дева звезду кропит кровью своих ланит. Имя звезды Иосиф, мученик наших дней. Давайте сомнения отбросив, смиренно пойдем за ней. Кавычки закрыты. Разве этот бред и безумие может писать человек с неповрежденной психией? Ну ладно бы, один кривляка и паец в ряске изощрялся в суисловии. Но ведь печатают в типографии, благословляют в Жандавилле. Значит, там тоже пропитаны этим смертоносным тленом и игрой в канонизацию под видом христианства, но без Христа и без Евангелия. После прочтения этой книги остается ощущение, что у Бога эти раскручки новой канонизации совершенно не веруют. Писания не читали, страха Божия не ведают и о смерти своей позабыли. От великого безделия творят, не зная, что подобные деяния больше похожи на их беснование и на держимость того, кого они толкают во святые. Вот только мало из того, что они накрутили на первых страницах всей голубой мути и зеленого вреда. Страница первая. После пятнадцатилетней благодати, объявшей всю православную русскую диаспору, вот уже пятый год, как мироточивая икона Божьей Матери скрылась. Ее верный хранитель, брат Иосиф, был увенчан мученическим венцом. В начале девяносто седьмого года отец Климент запретил отныне пользоваться иконой для новых снимков и всякой пропаганды, опирающейся на средства массовой информации, радио, кино, телевидение и так далее. Принимая во внимание, что икона достаточно известна и более не нуждается в рекламе. Вторая страница. Брат Иосиф иногда сам себе противоречил в некоторых интервью, скрывая всегда свою незаурядную личность. Седьмая страница. Его жизнь покрыта плотной завесой тайн, точности по пророчеству о праведниках последних времен. Иосиф, пожалуй, самый таинственный праведник последних десятилетий или даже столетий. Мы точно не знаем всех обстоятельств его детства и юности. Сам Иосиф завещал, что когда о нем будут писать, никогда ничего не писали бы о его семье, так как это требование его матери. Тайна покрыта обстоятельств общения Иосифа с рождественской кельей на Афоне, где в 1982 году он получил чудотворную иверскую икону. Существует, по крайней мере, две версии обретения им этой иконы, в значительной степени противоречащие друг другу. Был ли Иосиф монахом? Сам открывал о своем монашестве нескольким близким ему людям и даже показывал свой монашеский пароман. Но, увы, никаких подтверждений этого факта не удалось получить. Общение Иосифа с внешней неправославной средой тоже многим казалось очень странным. В 14 лет Иосиф принял православие от русского зарубежного архиерея, архиепиского Леонтия Чилийского. И в то же время многие близкие ему католики он вышел из католической среды и узнали только после его кончины о том, что он был православным. Иосиф, высокодуховный тонкий человек, протягивал руку помощи так называемым «отбросам общества», в кавычках, людям опустившимся, что даже вызывало массу вопросов и недоумений. Наконец, называются две даты рождения Иосифа и есть несколько вариантов его жизнеописания. Жизнь этого праведника весьма таинственна. Ясно, что жизнь Иосифа невозможно объяснить, пользуясь обычной человеческой логикой. Он следовал логике не земной, а небесной, высшей таинственной логике и традиции православной мистики, тайнозрения, тайноведения. Иосифа можно назвать тайновидцем. Будучи тайновидцем промысла Божия, Иосиф во всех жизненных обстоятельствах руководства исключительно волей Божией. Тут мы опять должны признаться, что не знаем, как Иосифу открылась воля Божия. Известно, впрочем, что иногда это были явления из горнего мира, явления Матери Божией, святых мучеников. Игумения Магдалина после блаженной кончины и Леонсии являлись Иосифу и общались с ним. Случалось, что Иосиф неожиданно менял предполагаемую поездку с иконой и отправлялся в совершенно ином направлении, чем вызывал удивление и непонимание. Одна мудрость земная, иная небесная. Иосиф выбрал небесную. Исход Исаия 53, 6, 9. Некогда спросили Иосифа, не трудно ли вам сочетать бытовую деятельность и духовный подвиг? Он ответил, я не виноват, что во мне две личности. Одиннадцатая страница. Мало кто задумался, что Иосиф, вымоливший икону, продолжал вымаливать ее мироточение. Даже благодать Божия через икону помогала стражущему люду. Молился он по книгам на французском языке. Иосиф видел детварное сияние, исходящее от мироточивой иконы, и вынужден был покрывать ее ночью, чтобы заснуть. У него была сильная врань с бесом чревоугодия, который внушал ему есть мясо. Бес блуда особенно ненавидел Иосифа за его целомудрие. Плоской бес подвигал на Иосифа мысленную врань, пытаясь довести его до отчаяния. Бывали мучительны ночи бесна, когда Иосиф не мог даже перекреститься. С трудом шептал молитву Иисусова, как заживо повержен на дно ада. Порой Господь попускал Иосиф видеть ужасных и мерзких бесов. В одну ночь Иосифу и его другу, в то время жившему вместе с ним, одновременно во сне привиделся дьявол, совершенно страшно стучавший и ломившийся в двери их дома. Дьявол всячески восставал на Иосифа через людей. Иосифа много раз обвиняли в использовании черной магии для мироточения. Здоровье Иосифа не устояло перед его тягчайшим подвигом. Его одолевал диабет и другие хвори. Ежедневно три раза в течение дня Иосиф кадил ладан перед пивенской мироточивой иконой, а также перед другими многочисленными иконами и мощами. С каждой стороны иконы стояли восковые свечи и много других лампад висело во всем доме. У Иосифа хранилось множество мощей и святых. Благословение на хранение мощей он получил от своего авы, владыки Леонтия. От него же он получил в подарок и первые мощи. Когда Иосифа указывали на то, что мирянам в частных домах мощи хранить не положено, он отвечал, что в наше время из этого правила возможностей течения. Мощи являются охраной, потому он с большой радостью всегда делился имеющимися у него мощами святых с другими людьми. Имея сотни мощей, Иосиф не приписывал это своим страданиям. Иконы святых идут туда, куда хотят. И нет ни малейшей доли случайности в их пришествии или сокрытии. И все сие происходит, согласно промыслу причастивших Иосиф старался уединиться, запирался в доме. Страница восемнадцатая. Иосиф одним открывал одно, другим другое. Вся же картина его многосложной духовной жизни была ведома только некоторым. Служитель любви Иосиф очень страдал, наблюдая отсутствие любви среди верующих, сталкиваясь с проявлением ненависти, зависти и клеветы. Страница двадцатая. Иосиф иногда ошибался в своих взглядах, хотя был тонким психологом и прекрасным проповедником. Сам он делался православным христианином не под влиянием какого-то красноречивого проповедника. А после того, как в убогом беженском храме, куда Иосиф завел случайно, в кавычках, архиерей изгнаний, владыка Леонтий, с любовью, сказал ему. Прямая речь. Нет, мальчик мой, ты зашел сюда не случайно. И кротко улыбнувшись, добавил. Возвращайся опять. Прямая речь закончилась. В то время, в то мгновение Иосифа поразила мысль, если этот архиерей такой бедный, у него столько любви, то верно это и есть церковь Христова. Многие осуждали Иосифа, что не подобает ему водить дружбу с сомнительными личностями. Он советовал, сидите, следите за знамениями. Кавычки закрыты. Многие приходили в храм не для молитвы, а покрасоваться друг перед другом. Иосиф имел бесспорно великие духовные дары. Это делало его своего рода старцем-мерянином. Для полноты картины нужно сказать еще о лжестарчестве. Он свободно мог беседовать про современные музыки, живописи, театры, моди. Иосиф, незаметно, подводя разговор с вечным темам, в тайном постриге ему дано имя, дано было имя Амвросий. Когда Иосиф ушел, то мы поняли, что наш свет есть тьма. Он всегда оставался небесным человеком. Перст Божий изначально указал на его служение. Иосифу было дано имя праведного Иосифа-обручника, хранителя Девы Марии. Иосиф сделался хранителем Матери Божией, младенца Христа. Почему она выбрала Иосифа, остается тайной. Последовало некоторое чудесное знамение. Начала мироточить не в патриаршных покоях, а в полуподвальной келье в квартире бедного испанца-эмигранта. Монреальская икона мироточила в течение 15 лет, в кавычках умолкая только на время Страстной Седмицы. При посещении одного храма под Юнь-Йорком, мироточение неживно прекратилось. Местный священник с мольбой в глазах обратился к брату Иосифу, прося что-то сделать, и Иосиф смолился. Через некоторое время мироточение возобновилось. Сам Иосиф открыл нам, если можно так сказать в кавычках, механизм удивительной тайны мироточения. Многие чувствуют реально присутствие самой Божьей Матери при молении перед этим образом. Люди десятилетиями враждовавшие между собой, примирялись, помолившись перед иконой. В чем состоит смысл этого величайшего чудо 20 века? Не случайное явление иконы в лоне русско-зарубежной церкви, так как именно в этой церкви в 1981 году, то есть за год до обретения иконы, совершилось спасительное для судеб России действие прославления святых новомучеников, исповедников российских во главе с царской семьей. Икона брата Иосифа замироточила в Монреале 24 ноября 1982 года. Ровно через 15 лет с разницей всего в один месяц икона закрылась, одновременно смученицкая кончина ее хранителя. Возможно, он был неотделимой частью этого чуда, потому и ушли они вместе. И хотя сейчас икона зрима не с нами, но ее благословит. Икона продолжается в разных проявлениях. Иосиф учился на теологическом факультете в Монреале, учил, что иконопоначитание – это флаг православия. Иосиф высоко ставил монашеский идеал жизни. Многие монахи приходили к Иосифу на откровение о своих помыслах. Исповедовать помыслы можно и простому монаху или монахине, и даже сотаиннику Мирянину. Благословение на принятие помыслов он получил от Виталия, архиепископа Монреальского. Сороковая страница. В особенности он чтил преподобно-мученицу и совету, в коей у него была установлена особая молитвенная связь. Известно, что Иосиф сподобрялся явлением ему этой святой княгини-мученицы. А сколько злостраданий претерпел Иосиф в своих бесконечных разъездах. Большую частью он был вынужден путешествовать с иконой один. В последнее время за Иосифом он только следили. В буквальном смысле слова ходили по пятам. В буквальном смысле слова ходили по пятам. Иосиф сказал одной девушке, «Если ты когда-нибудь будешь в чем-нибудь нуждаться, обращайся ко мне». Теперь эта девушка уверена, что Иосиф говорил об обращении к нему молитвы, как мученику. Одно общеизвестно, на Иосифа его икону охотились давно и по всем правилам искусства следить и убивать. Ясно и другое, когда душным афинским вечером в небольшом гостиничном номере мучители Иосифа начали свое черное дело около его мученического одра невидимо предстояло пречистое преблагословенной Девы Марии. Очень может быть, что в последние мгновения жизни Иосиф увидел Богородицу наявом. Дивная долгожданная встреча. Недаром врач в следующее тело брата Иосифа пришел к выводу, что его глаза были расширены как бы от великого удивления. Как будто в момент смерти он неожиданно увидел кого-то хорошо знакомого. Может быть, почти, можем быть почти уверены, что этой хорошо знакомой была Матерь Божия. Иосифа убивали, по крайней мере, три человека. Игумен рождественского скита на Афоне, игумене монастыря святого Николая на острове Андрос, где Иосиф был заденен до своей смерти, утверждает, что икона в хороших руках теперь. Иосиф родился 13 мая 1948 года. Убит был под утро с 1 октября 1997 года. Страница 43. На 40-й день на могиле брата Иосифа было чудо. Самовозжение свечей 9 декабря 1997 года. Матерь Божия послала знамение для прославления своего верного служителя. Род откликнулась на смерть Иосифа и сокрытие монреальской иконы страшно с усилием бедствием. Оледенение деревьев 25 января 1998 года. Оледенение стало внешней причиной пожара капитального Никольского собора города Монреаля, где в благослужениях очень часто присутствовала икона брата Иосифа. Многие недоумевали, в чем же согрешили мы в отношении иконы ее хранителя, если у нас был отнят собор. А разве некоторые из нас не поверили мерзкой клевете на избранника Божией Матери? Клевет, имевших свое начало во финских канадских газетах, ищущих дешевых сенсаций. А разве кое-кто из нас не обвинял в пропаже монреальской иконы самого брата Иосифа? Иосиф последний от великого сонма новомучеников и исповедников российских чат неба представил ему слово. Он один из тех иноков, по слову Федора Михайловича Достоевского, от коих придет спасение России. Страница 44. Он был не столько словами, сколько своей жизнью. А если нужной смертью освежил в сознании людей евангельский идеал христианства. Огненная проповедь такого человека способна оживить в сотни сердец. И чем больше будет таких благовесников, тем быстрее Россия спасется. Спасение России в ее слиянии с Русей Святой, осознание себя, как в былые времена. О такой России всегда молился и ныне молился новомученик Иосиф Муньос Кортес. В кавычке закрытый инок Севолод Филиппьев. Игнатий Тихонович, я уже многократно говорил, что поведение, жизнь московской патриархии и зарубежной церкви абсолютно ничем не разнятся, и поэтому нет сегодня никаких препятствий для их объединения. Их полное единство видно на подобных канонизациях, а невидимым рассуждают с таким опломбом и непровержимостью, будто бы только что вернулись из небесной командировки. Православная жизнь за номером 10, 2003 год. Все 48 страниц его журнала, приложения к журналу «Православная Русь» и Джордан Вилля посвящены Иосифу Мунькосу с иконой всего бритого испанца. На странице 33 составили ему кондок и тропорь и поют в опленой пустыне как новомученикум. Этим же занимается и Суздальская автокефалия, и новые ответвления. То им нужно срочно канонизировать митрополита Филарета Вознесенского, то Серафима Роуза, то артиста Игоря Талькова, «Витязя небесной дружины» в кавычках. Православная жизнь за номером 6, 2002 года ринулась за архиепископом болгарским старостильным Серафимом Соболевым. Прочтите «Православная жизнь за номером 2, 2003 года», посвященный духовному туризму. С фотографиями, как мучаются люди чугуном серафимовским на головах. Бродят по канавке тысячными толпами, пока все не свалятся в эту канаву. Матфея 15, 14. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Салтирь 9, 16. «Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их». Кто же так загрузил осла, что Христу и Слову его негде примаститься? Кто же так издевается и насмехается над мертвой паспой? Какое же ему имя, и когда же наступит время восхождения истинной звезды утренней над Россией?» 2 Петра, 1, 19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, явящему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Кавычки закрыты. Откровение 22, 16. «Я, Иисус, послал ангела моего, засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». С Россией кончено. На последях ее мы проглядели. Проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях. Распродали на улицах. Не надо ли кому земли? Республик да свобод. Гражданский прав и родину народ сам выволок на гноющий, как падаль. О, Господи! Разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы и бечи, германцев запада, монголского стока. Отдай нас рабство вновь и навсегда, чтобы скупить смиренно и глубоко. Иудин грех до страшного суда. 1917 год. Максимилиан Волошин.